Это раньше аббревиатура ОМЗ расшифровывалась как Одинцовский машиностроительный завод. Но большинство посетителей нового молодежного центра, который торжественно открылся под его крышей, если и помнят в те времена, то очень смутно. Теперь здесь производят не краны, а хорошее настроение. Это завод по производству полезных, здоровых активностей для молодежи. Мы хотим, чтобы молодежь полезно использовала здоровье для своего развития, для раскрытия своих талантов, проводила здесь свое время. Здесь занятие по душе найдет каждый для спортсменов. В круглосуточном режиме будет работать экстрим-парк. Катание на скейтах, роликах, велосипедах и самокатах теперь стало всесезонным, а отработка трюков на них безопасной. Не будет скучно на ОМЗ и поклонникам киберспорта. Второй этаж теперь их тренировочная база. Мониторы 144 Гц, все как всем нужно. Игровое оборудование, оно топовое, периферия вся на высшем уровне от лидирующих компаний. Вход на ОМЗ будет платным, говорят его создатели. Но назвать проект коммерческим все равно нельзя. Стоимость абонемента, которую придется заплатить молодым людям, минимальна и была введена для того, чтобы покрыть аренду помещения. Есть на Одинцовском молодежном заводе и свои правила. Под его крышей пространство, свободное от вредных привычек. Это в первую очередь абсолютно здоровый образ жизни, потому что мы этим занимаемся сейчас в Одинцовском районе. Во-вторых, это, конечно, правила пожарной безопасности, правила, связанные с электричеством. Тоже все посетители будут подписывать, когда мы будем оформлять с ними карты. Ну, конечно, не ругаться матом. В одном конце ОМЗ гоняют на самокатах, в другом играют в доту. А в центре точно гости из прошлого. Елизавета ткет полотно. Получится шерстяное полотно, но, скорее всего, я из него сделаю или шарф, или сумку. А как станок называется? Расскажите, пожалуйста. Это ткацкий станок. Это этнографический станок. То есть ему уже около ста лет, может быть, даже больше. Для девочек ткацкий станок, для мальчиков оружие. Вольная дружина Яровит умеет заинтересовать историей. В ближайшее время на ОМЗ откроется студия живой истории «Хронотоп». Мы планируем квесты, как групповые для компаний, так и индивидуальные. То есть вы можете прийти любым количеством людей, детей, любого возраста. Создатели Одинцовского молодежного завода говорят, их детище будет работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. С 1 по 8 декабря на Одинцовском молодежном заводе дни открытых дверей. Это значит, что любой совершенно бесплатный может прийти сюда и убедиться, скучать на ОМЗ не придется. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.